Всем привет, с вами Юлия Ульянова, сегодня у нас в центре внимания вот эта вот коробочка Birchbox, это американский ее выпуск, также существуют разные европейские, но я заказываю американскую. В этом месте она просто наимилейшая, очень такой яркий, прикольный, неординарный, мне кажется, принт. Из тех Birchbox, которые я видела и сама получала, мне кажется, это одна из таких креативных в плане упаковки. Эти коробки достаточно легкие, давайте же откроем ее поскорее, посмотрим, что внутри. В этих коробках всегда есть вот такая вот поясняющая записка, тоже в некотором стиле, она рассказывает, о чем этот месяц, чего нам вообще ожидать от этой коробки. И эта коробка посвящена средствам, которые быстренько помогают вам собраться с утра. И в этом месяце они сделали просто бомбу, они точно так же, как Ипси Бэк, собирают обратную связь от меня, что мне понравилось, что мне не понравилось. И в будущем они убирают те сэмплы, которые мне не понравились и больше добавляют тому, что мне понравилось. И в этот раз, это какая-то магия июля, начну, наверное, с самого бомбезного средства, у меня нет другого слова. Это какое-то единственное неповторимое Beauty Protector, это средство для волос. И сейчас посмотрите на мои волосы. Если вы смотрите мои видео уже какое-то время, то частенько вы могли видеть у меня с растрепленными волосами, с волосами, которые вот здесь вот торчат, которые где-то здесь торчат. И это моя вечная проблема, я постоянно ищу какое-нибудь средство. Очень часто бывают разные средства для прикорневого объема, для того, чтобы вот это вот фризи, вот то, что торчащие волосы, чтобы это как-то усмирить. Потому что во всех анкетах я всегда пишу, что у меня фризи волосы и мне нужно с этим что-то сделать. И ни одно практически средство никогда не работает, я уже отчаялась. Ну ты пшикаешь что-то и результата нет. А здесь, о божечки мои, это произошло, они наконец-то это сделали. И это Beauty Protector, несмываемый кондиционер для волос, то есть наносится на влажные волосы, распределяется по волосам, все, мы готовы идти. Супер мега удобная упаковка, я обожаю спрей, это очень удобно, не нужно пачкать руки. Даже масло, вот при всей моей любви к маслам для волос, все равно нужно пачкать руки. И вот это самый классный удобный вариант, такая мягкая упаковка. Сзади на другой стороне упаковочки перечислена вся тамагия, что это средство делать. Так, читаем. Распутывает волосы, защищает от высокой температуры, защищает от солнечных лучей, это закрывает кутикулу, делает волосы более гладкими, запирает цвет, если у вас волосы крашеный цвет, дольше вымывается. Добавляет блеск, он совершенно невесомый, он не гризый, от него нет липкости, грязи, каких-то неприятных ощущений. Также он подходит для всех типов волос, и это кондиционер, и это реально вообще все правда. Мне сложно оценить защиту термальную от горячих таких фенов, там всяких пловек, потому что ну как ты физически это посмотришь. Также защита от солнечных лучей. Насчет всего остального, сущая правда, это магическое такое средство, которое наносится на волосы. Они гладкие, и что для меня очень важно, они свежие в течение трех дней. На третий день я мой волосы, и мне само же дискомфортно, если я их не вымыла. И когда я начала использовать это средство, я поняла, что я могу мыть голову еще реже. Вот реально нет потребности мыть голову так часто, потому что все равно при длинных волосах есть необходимость наносить что-то на волосы. Для того, чтобы закрыть кутикулу, чтобы они лучше выглядели, чтобы они вообще расчесывались нормально, чтобы меньше они обламывались. Единственное, что вот где-то отсюда все-таки до конца он кутикулу не закрывает, либо недостаточно питания волосам. То есть сначала на влажные волосы я наношу масло. Сейчас у меня макадамия ойл, и также масло пластирую из этой коробочки. Мы на нее посмотрим после вот этой коробки. И после того, как масло уже сделало свою магию, я запираю эту магию сверху вот этим средством. И наношу я его везде, начиная от корней до самых кончиков. Это, наверное, 4-5 пшиков на мои волосы. Распределяю, дальше я сушу феном, либо вообще ничем не сушу. Волосы вообще вот, ну, они себя ведут очень-очень хорошо. И вот с этим бьюти протектором они не только такие блестящие, рассыпчатые, но они еще и гладкие, и они отлично и достаточно быстро укладываются. Но если сушить не феном, то почему-то бьюти протектор плюс масло вот где-то здесь волосы дольше сохнут. Они без грязи, без пыли, без вот чего-то такого липкого именно просто дольше остаются влажными. Как я понимаю, это чуть ли не экспериментальная какая-то вещь. У них нет отдельного сайта. Они продаются эксклюзивно на сайте Birchbox. Если вы заказываете коробку Birchbox, вот эту вот, то вы можете купить что-то на их сайте. Это бесплатно вам доставят, потому что коробка доставляется бесплатно. Она стоит сама 10 долларов. Доставка отдельно будет стоить 5 долларов. То есть имеет смысл заказать и коробочку за 10 долларов, и еще что-то, если вам что-то нужно. Я же буду переходить к следующему средству в коробке, но это реально круто, это магия и полная упаковка. Ну, тоже что-то не помню, сколько там миллилитров она стоит 23 доллара. И мне кажется, что это примерно треть упаковки, поэтому для коробки вообще очень крутой такой сэмпл. Номер 2, но на самом деле это было первое, что я попробовала из коробки, это Balance Me Radiance Face Mask. Сияющее лицо. Маска с частичками скрабирующими и маска также с глиной, но это одна из крутейших масок, которые не засыхают на коже. Я уже говорила, что очень люблю маски с глиной, и одни из моих самых любимых, которые не делают маску... Маски, которые не делают маску. Которые не застывают в форме такой глиняной чашки и потом не трескаются, а именно остаются таким подвижным. Потому что, когда глина засыхает, она перестает работать. И в этом случае нужно постоянно поливать себя какой-нибудь термальной водой, еще чем-то. Ну, это неудобно, мне это не очень нравится. Поэтому такие маски, которые застывают, я их всегда подгадываю так, чтобы после 2-3, может быть, 5 минут сразу пойти в душ. И вот это очень крутая маска. Здесь написано, что 98% натуральных ингредиентов, но крута она не этим, а своим эффектом. Сразу после первого применения эффект серьезно заметен. Кожа как будто она более упругая, она гладкая, но не шелковая. Если нанести на кожу силикон, там какой-нибудь или масло, то она будет скользить. И вот такое шелковое ощущение. Или вот волосы, например, у меня сейчас такие гладкие, шелковые. Потому что сверху на каждом волоске здесь есть какая-то штучка, какая-то защита. То есть волосы чем-то вот обработаны сверху. А вот здесь смываешь эту маску и ощущение, что такая она гладкая, именно вот по-настоящему, как детская кожа. Без скольжения, а именно такая приятная мягкая шершавость и упругость. Вау! И причем я использовала, мне кажется, уже 3 раза. Я смотрю, здесь как-то даже прилично осталось. Всего 15 мл. Но это хватит надолго, потому что у меня примерно такой же пробник был маски от Malin & Götz. И она похожа, знаете, чем, что Malin & Götz? Она также с глиной и в ней есть крабирующие частички. Но там их побольше, они более агрессивные. И та маска, она больше такая, вытягивает грязь, еще что-то. Вот это она и освежает, она и очищает. При этом она также увлажняет и делает кожу такой какой-то вот мягкой, такой как персик. Ну, очень приятное ощущение, честно, неожиданное. Для любого типа кожи 100%. Потому что часто пишут, что для любого типа кожи, но явно для чувствительной кожи, для нежной не подойдет. А вот это очень понравилось. Номер 3. Это тушь для ресниц Marseille. Достаточно большой пробник, что мне очень нравится. Они вот эти вот несчастные, как у MAC. Ощущение, что они как-то жалеют, жмутся. Вот возьмите 1 мг нашей туши, и если вам не понравится, то верните на упаковку обратно. Здесь хороший пробник, это действительно пробник, который можно с собой взять. Даже на отдых это на неделю вполне хватит. И здесь очень классная щеточка. Щеточка силиконовая, она мне очень понравилась. Она похожа на щетку одной из моих самых любимых тушей Эва. Это Roller Lash от Benefit. И у них очень похожий эффект. Вот это даже лучше расчесывает, мне кажется, за счет того, что она немножко изогнута. Я вот даже сравнивала с Roller Lash, и вот тушь от Benefit, она лучше подкручивает. Именно вот делает такие раскрытые реснички. Но она меньше расчесывает. Такой челсмис, потому что мне пришлось взять другую. Так, продолжаем. Всегда очень ценю в туши эту возможность сделать легкий дневной макияж. Там, где ресницы практически не видно, но видно, что они существуют. И также драму 4-5 слоев. И вот они такие все вау. Очень хорошая тушь, которая действительно делает то, что она обещает. Это номер 3 в этой коробочке, по-моему, степени моей любви. Но все продукты, они разные. И каждый, наверное, вот на прошедших неделях, что я их использую, это номер 1. Среди вот того типа продуктов, к которым они относятся. Он какой-то волшебный среди коробочек вообще был. И следующее средство это CC-крем. Такая миниатюрочка. Здесь 3 мл, но он с омегой 3 и с омегой 6. Здесь широкая степень защиты SPF 35 плюс PA 3+. Это значит, что мы защищены и от B-лучей, и от A-лучей. Это UVA, UVB. Если вам интересно, можете посмотреть мое видео о защите от солнца отдельно. Я там все объясняю. Почему важно защищаться от разных видов солнечных лучей. И вообще, как это лучше всего делать. Несмотря на то, что здесь 3 мл, здесь еще осталось прилично. У него очень маленький расход, и я его использовала точно раз 5. 100% на дневной гель от Skin Iceland. Он у меня первый раз, когда я его использовала, лег с некоторыми проблемами. Но я не сразу поняла, как его использовать. Это средство, но немножко тягучее. Это странный CC-крем. Он больше похож на BB-крем. И удивил меня этот CC-крем своей кроющей способностью. Действительно, дает оттенок кожи. Сейчас больше солнца, и у меня лицо загорело меньше, чем кожа здесь на руках, чем плечи. Поэтому эта штучка, этот CC-крем, позволяет мне выравнивать это все. Плюс он невероятно натурально выглядит. Вот очень круто. Единственное, что его нельзя наслаивать. Если потом там какой-то дисколорации прыщик или еще что-то, и сверху нанести вот это средство, то оно будет уже как грязными пятнами ложиться. Поэтому, если вдруг у вас есть такая штука, это супер губ, оттенок light-medium. Вот на лето мне очень подошел. Его нужно сразу, такими широкими мазками распределять по лицу. Вот сразу. Тогда он очень хорошо садится на кожу. Отлично себя ведет вообще целый день. Я в нем купалась. Я в нем, не знаю, ходила по жаре. Отлично. Весь день кожа вообще очень хорошо себя чувствует. С блеском среднее. Снова повторюсь, что у меня комбинированная кожа. Через несколько часов я начинаю блестеть 100%. Ну, в общем-то, мы живые люди, и блеск кожи это не какая-то такая ужасная вещь, которую нужно каждые 5 секунд себя амотировать. Не дай боже, где что-то заблестит. Но все-таки некоторые продукты, они как-то стимулируют то, что блеска больше. А с некоторыми продуктами, ну, как-то это в рамках нормы. Вот с этим продуктом, сиси-кремом, все в норме. Поэтому мне очень он понравился. В целом, это неплохая штука, потому что действительно хорошая защита от солнца. Но немножко все-таки он такой липковатый, и к нему нужно приноровиться. У меня получилось его нормально нести со второго раза, и дальше он меня только-только крадал. В общем, в целом, вообще, очень крутой состав. И здесь еще должна была быть термальная вода от Aven. Небольшая бутылочка. Наверное, может быть, 50 миллилитров. Не знаю, здесь не написано, сколько должно быть. И ее мне не доставили, потому что баллоны под давлением доставлять нельзя, там, по каким-то правилам. Немножко странные правила, потому что из России мне как бы доставили авиапочтой, а вот из Америки почему-то отказываются. Но это просто то, о чем вы должны знать, что если вы заказываете коробочку, то при пересылке все баллоны под давлением будут вынуты из вашей коробки. Естественно, что мне об этом написали. Мне сказали, что не можем отправить, мы должны будем это вынуть. Что я буду делать с ними дальше? Ну, это там еще третий вопрос. Всегда есть возможность, например, вернуть это или кому-то еще отправить. То есть это будет лежать на складе, пока вы с этим не разберетесь. В моем понимании мира в этом нет ничего страшного. И плюс я вот верю в то, что где-то у тебя убыло, а где-то прибыло. И так получилось, что я получила эту посылку. Там у меня было вот эти две коробочки, еще другие гиковские коробочки. И обычно я плачу за это налог. И в этот раз я вообще ничего не заплатила. То есть меня не взяли даже 4 доллара, вернее 4 лево за то, чтобы обслужить эту посылку. Я совершенно бесплатно ее получила. Я не знаю, там можно каким-то образом ее пропустить. В общем, с тем, что мне не доложили в эту коробку и в еще одну, там два баллона термального, который я не использую, мне как бы пришло в другом. Поэтому, ну, мое мнение вот об этом такое. Если у вас есть сомнения, что, ой, если вдруг там что-то придется выкладывать, а как же так, я там потеряю там сколько-то, не знаю, там 2 доллара, может быть, или еще меньше. Но если вот так все посчитать, мне кажется, что это стоит гораздо больше, чем 10 долларов, которые я заплатила за коробку. Я осталась невероятно довольна, потому что и вот это средство, и вот это средство. Я реально подумала о том, чтобы их купить. Поэтому вся коробка у меня заслужила невероятную там любовь, радость и восторги. Также я уже сказала, что я оставляю фидбэк вот на сайте Birchbox относительно всех средств, которые я получаю. За это мне начисляют по 10 очков, по-моему, и через какое-то время эти очки, баллы превращаются уже в деньги. И вот на эти реальные деньги на этом же сайте опять можно что-то заказать. Каждый 100 очков это 10 долларов, и при подписке, по-моему, вы тоже сколько-то очков получаете. И по поводу баллонов под давлением, я заказываю где-то с февраля вот эти коробки. Сейчас август, это случилось первый раз, и я думаю, что это именно летний месяц из вот этих термальных вод. Специально об этом говорю, потому что если вы сомневаетесь, то вот вы должны знать, вот как оно на самом деле есть. Потому что кто-то видит во всем такую проблему большую, и в том, чтобы заказать, и вот здесь еще проблема, и вот тут вот. Ну, а для кого-то все выглядит совершенно по-другому. Вот, в общем-то, все, что было в коробке, мне состав невероятно понравился. И, похоже, я нашла свою новую мега-любовь для волос, помимо масла, которое нужно для ухода. А вот это именно для того, чтобы они хорошо выглядели, и такие были рассыпчатые, и классные, и при этом свежие, чистые. Для меня это сейчас очень важно. Я, кстати, гораздо реже стала пользоваться сухим шампунем. Это тоже летом, мне кажется, офигенная вещь. Ну и все, буду с вами по-настоящему уже прощаться. Благодарю вас за то, что вы были со мной. Оставайтесь на нашей здоровой, красивой, позитивной, коробочной волне. Мы с вами обязательно увидимся. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok